Доброго времени суток всем, кто заглянул на мой канал Маленькие Женские Штучки. Меня зовут Ирина и я рада вас приветствовать. И сегодня я хочу приготовить очередной рецепт. Это куриная печень. В печень я всегда покупаю Троекурова Куриный Курорт, потому что она очень такая красивая. Если она замороженная, то в ней немного льда и выглядит она хорошо. Я думаю, что практически все знают, что печень очень и очень полезна и в ней содержится очень много микроэлементов. Мало того, в куриной, например, печени содержится суточная норма очень многих элементов и даже месячная норма очень многих витаминов. Особенность моего рецепта в том, что печень получается очень мягкая, вообще не горькая. И с удовольствием ее едят даже детки. И мало того, этот рецепт очень некалорийный. В нем содержится всего 146 килокалорий в 100 граммах. Это, я думаю, все понимают, что это очень немного. Для данного рецепта нам с вами понадобится подложка куриной печени. У меня здесь 838 граммов. Сметана. Я покупаю всегда 15-процентную сметану. И большая луковица. Давайте приступим. И первым делом мы с вами помоем печень. Промывать печень нужно тщательно. Убирать из нее кровь, потому что крови в печени много. И промываем печенку мы всегда такой практически холодной водой. Я всегда промываю печенку. И складываю ее сразу же на тарелку. Таким способом можно готовить куриную печенку, а можно готовить и говяжью печенку. И если говорить именно о куриной печени, то куриная печень богата у нас фолиевой кислотой. И при употреблении алкоголя количество фолиевой кислоты, к сожалению, у нас уменьшается. Кроме того, в печенке содержится железо, медь, кальций, цинк, натрий и витамины А, В, С, В, С, В, С, В, С. Печень очень полезна детям, беременным женщинам, алкоголикам и больным атеросклерозом и диабетом. Как видите, печенка от Троекурова, она такая достаточно большая, поэтому я никогда не использую ее в целом виде. Я всегда ее режу. Плюс этого рецепта также в том, что в принципе печенка готовится очень быстро. Ее нужно тушить не больше 20 минут, потому что печень пережаривать, переваривать нельзя, она будет жесткая и невкусная. Поэтому я режу печенку на такие достаточно крупные кусочки. Если мы готовим говяжью печень, там нужно заморочиться с тем, чтобы убрать вот все вот эти вот пленочки. Куриной печенью это не обязательно. Пленочки все эти, они здесь не такие жесткие, не так их много. И в общем-то получается все это нормально. Когда я готовлю говяжью печень, я всегда стараюсь ее нарезать такими тоненькими ломтиками, примерно как бифстроганов. А с куриной печенью я особо с нарезкой не заморачиваюсь, потому что ее сложнее так порезать. Так, следующим этапом мы с вами режем лук. Я его уже почистила. Когда я готовлю только для нас с Сережей, с мужем, я всегда режу лук просто полукольцами, вот так. Ну, как обычно. Но хозяин нашего дома, в котором мы сейчас живем, к сожалению, лук не любит. Поэтому лук я порежу более мелкими частицами. Потому что в этом блюде лук необходим, он придает определенную такую пикантность блюду. И совсем без него не обойтись. Ну вот, чтобы не травмировать нежную душу Сергея, я его порежу на более мелкие частицы. Итак, у нас с вами готов лук и готова печь. Далее для приготовления блюда нам с вами понадобится сковородка с крышкой, либо сотейник. У меня, к сожалению, сотейника нет. Поэтому я буду готовить на сковороде. Затем, когда буду готовить соус, я буду использовать вот такую небольшую кастрюльку. Она у меня на литр. Видите, тут деление литр. Итак, на разогретую сковородку мы с вами добавляем где-то примерно столовую ложку масла. И высыпаем лук. Лук обжариваем до золотистого цвета. Сейчас я высыплю на сковородку печень, она будет очень шкварчать, поэтому я скажу сразу. Я высыпаю печень и сразу ее солю. Солю просто обычной солью без добавления приправ, потому что здесь мне дополнительная пряность печени не нужна. Я высыпаю печень и золотистого цвета. Соли по кольцам. Я высыпаю печень и золотистого цвета. Дякую п crianто эту п frustrating. Добавляем сахар. И накрываем крышкой, оставляем так минут на 5. Обязательно нужно периодически помешивать. Добавляем печень в печенку, чтобы она стала коричневой практически вся, чтобы припеклась на сковородке. Если вы готовите в сотейнике, то следующий шаг вам не нужен. Так как у меня сотейника нет, я перекладываю из сковородки печень в кастрюльку. Так вот, что мы имеем. Теперь нам понадобится сметана и столовая ложка. И мы с вами в печень кладем 2 столовых ложки сметаны. Очень многие на этом этапе сюда добавляют также столовую ложку муки. Но мне именно в этом соусе вкус муки не нравится. И теперь мы перемешиваем. Делаем небольшой огонек. Я, наверное, добавлю еще ложку сметаны. Итого у меня получилось 3 столовых ложки 15-ти процентной жирности сметаны. Вот так. Делаю я, чтобы печенка вся утонула в этом соусе. Убираю огонек на минимум и обязательно накрываю крышкой. Теперь в таком состоянии у нас печенка должна находиться минут 15. То есть она минут 5 томилась под крышкой на сковородке и 15 минут здесь. В принципе, итого получается общая тепловая обработка 20 минут. В принципе, можно ограничиться 15-ю. Открывайте и смотрите, если уже совсем нет крови и оно у вас хорошо интенсивно кипит, можно остановиться на 15 минутах. Я убрала огонек на самый-самый минимум. И периодически ее помешиваю. Для этого блюда я всегда беру кастрюльку с толстым дном, чтобы ничего у меня не подгорало. На мой взгляд, эту печенку лучше всего подавать либо с макаронами, либо с картошкой пюре. Но мне кажется, что с картошкой пюре все-таки вкуснее. Поэтому я уже приготовила картофельное пюре, пока она у меня тушилась. Ну и покажу уже конечный результат. Спустя 10 минут я отключила печенку. Вот так она выглядит в готовом виде. И, девочки, я дам вам небольшой совет. Если вдруг вам не хватает жидкости для соуса, просто добавьте кипяченой воды из чайника. Но на куриную печень мне всегда хватает жидкости. Один-единственный раз мне не хватило ее, когда я готовила говяжью печень. Для куриной печени жидкости, собственно, всегда хватает. Ну и это было все, что я сегодня хотела вам показать. Приятного аппетита! Кормите своих любимых вкусной и полезной пищей. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. Заходите в мою группу ВКонтакте. Возможно, там вы найдете для себя что-то интересное. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!